Всем большой привет! С вами Алиса и дорогая Мона. Глава 24. Играть. Глава 24. Второе прощание. Моя жизнь была похожа на гигантские качели. Вперед и назад. Марк и Шон. Но возможно ли любить двоих одновременно? Я не знала. Все, что я знала тогда. Быть с Шоном правильно. И мысли о Марке причиняли боль. Поверить не могу, что мы не поехали на мотоцикле. Ты шутишь? Ты вынашиваешь моего потенциального ребенка. Я тебя и близко не подпущу к мотоциклу. Не ты ли мне говорил, что езда на мотоцикле полностью безопасна? Я не допущу даже малейших рисков. Ты и ребенок слишком важны. Как мило, Шон. Кстати, ты, наверное, слышала это раньше, но... У тебя кожа будто светится. Беременность тебе к лицу. Спасибо. Ты действительно самая красивая девушка, которую я когда-либо видел. Честно, я очень скучаю по возможности называть тебя своей. Что мне сделать? Флитовать в ответ? Я тоже по этому скучаю. Ты вывел меня из темноты. Я никогда не смогу отплатить тебе за это. Нет необходимости. Мне было приятно, я тебя уверяю. Мне кажется, если ребенок будет от него, то это... Ну, такая мега отплата за все. А теперь посмотри на нас. Посмотри на меня буквально. Мой живот. Он начинает выпирать. Вау, да. Это здорово. Да? От этого все становится реальным. Позволь мне снова посмотреть. Пока не сильно, но... Это ребенок. Ой, я не могу. У меня истерика. Знаете, как будто дежавю первой серии, когда они только с Шоном где-то встретятся, сразу такой нарисовывается. Марк, убери от нее свои руки. Что ты сказал? Марк, что ты здесь делаешь? Я мог бы спросить тебя о том же. Свидание? Я же знал, что ты снова бросишься в его объятия. Не смей так говорить с ней. А ты не вмешивайся. Марк, успокойся. Если ты не забыл, я пока не знаю, кто отец. Сейчас уж он настолько же прав на ребенка, сколько и у тебя. И столько же у тебя, да? Почему бы тебе не убраться отсюда? Никто не хочет видеть тебя здесь. Шон, позволь мне разобраться. Нет, он прав. Я думал, что мы что-то восстанавливаем. Но я точно был не прав. Сказать тебе правду было самой большой ошибкой в моей жизни. Марк! Ты думала трудно не знать правду о том, почему я уехал? Не думала ли ты, как сложно было знать? Знать, что мой отец мерзавец? Знать, что моя мать размазня? Я думал, ты единственная, кто смог бы понять. Марк и я... Мне нужно решить. Мне пойти за Марком и испортить наш ужин с Шоном? Или мне забыть Марка и воссоединиться с Шоном? Что мне делать? А, ну конечно, за алмазики. Ну хорошо. Остаться с Шоном. Мне жаль Марка, но я сейчас не могу помочь ему. Он не должен был так вторгаться. Итак, Шон. Надеюсь, ты все еще голоден? Да. Я ждал этого ужина. И не ел весь день, что ли? Я тоже. Помнишь наше первое свидание здесь? Да, оно было идеальным. Конечно. Я помню, мы взяли... Курицу с пармезаном. Да. Еда была отличной. Компания еще лучше. И разве сегодня не то же самое? Я рада, что ты не злишься на меня, Шон. Даже со всей этой драмой с Марком. Потому что ты такая. Ты не жалкая или манипулятивная, или мелочная. Несмотря на свои ошибки, ты все та же милая девушка. Я не могу злиться на тебя. По крайней мере, долго. Не могу дождаться, когда пройдут эти месяцы. Хотя я очень беспокоюсь по поводу родов. А также тест на отцовство. Да, я понимаю. Я должен признать, что сколько бы ты мне не нравилась, мне уже достаточно, что этот парень появляется из ниоткуда. Хотелось бы мне, чтобы Стэйси никогда с ним не познакомилась и не привела на бал. Ты прав, в каком-то смысле. Но теперь я хотя бы знаю правду обо всем этом. Кстати говоря, о Стэйси. Она все еще в ярости? Не буду лгать, да. Но я надеюсь вразумить ее. Удачи! Для этого понадобится много удачи. Дома. Блэр? Пожалуйста, ответь. Много всего случилось. Блэр, где ты была? Я иду. Это правильное решение. Если морозится, надо идти домой. Я знаю, может немного грубо так врываться домой, Блэр. Но это срочно. Постой, это не телефон, Блэр? Она в последнее время очень секретничала. Интересно, может ее телефон прольет свет на ее странное поведение? Как это? У них там двери, наверное, открыты в домах. Она просто зашла и взяла телефон с полочки. Ладно, посмотрим. Угадай пароль, вы прикалываетесь? Пароль, Рольф. А, это я, наверное, должна выбрать один из трех. Рольф? Видимо, правильно. Вау! Что? Это Рольф? Но он здесь прям как какой-то, ну не знаю, кинозвезда. Может ли это означать? Блэр? Рольф? Ух ты, посмотрите, какая она офигенная. Очень красиво. Алиса? Все не так, как выглядит. Выглядит, будто я только что помешала тебе и Рольфу заниматься любовью. Именно этим мы и занимаемся. Замолчи, Рольф. 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 знакомо это чувство. Что с тобой происходит? У меня тоже драма с парнями, но знаешь что? Давай забудем о них. Хочешь мороженого? Ты читаешь мои мысли? Некоторое время спустя. Какая длинная ночь. Было здорово. Хотя и мороженое не решит все мои проблемы. Алиса, мы можем поговорить? Да уже пора помириться с мамой. Наверное. Знаешь, я ужасно себя чувствую. Я знаю что не заслуживаю, но надеюсь ты можешь простить меня. Я пока не готова. Я стараюсь. Я понимаю. Просто знай, что я никогда не хотела сделать тебе больно. Что сказать ей? Знаю. Я знаю, ты и Марк думали о моих чувствах. Ты приняла неправильное решение. Я давно это знаю. Почему мне так трудно отпустить? Я знаю, что вам с Марком жаль, но это сложно. Конечно, ты должна злиться. Но не злись долго. У тебя будет красивый малыш. Да? Да. Теперь две вещи. Я хочу, чтобы ты рассказала мне о приеме врача. А затем мы завтра пойдем в торговый центр. Нам нужно планировать вечеринку в честь рождения ребенка. Ух, и конец. Как миленько. Ну, вроде бы как они уже пошли на сближение. Наша Алиса уже не так фыркает рядом с мамой. Я думаю, что уже в следующей главе они помирятся и дома будет все хорошо. Так же, как и отношения с Шоном. А я вам напоминаю, что плейлист этой игры вы найдете в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok